так всем привет сейчас сегодня мы будем разбираться с ссылками тут есть еще одно broken links ну то есть поломанные ссылки картинки но я это разбирать не буду поскольку принципе те же методы которые я буду использовать здесь в линках можно будет использовать ну таким образом протестировать но в том смысле здесь я тоже не буду все ссылки пробегать я сделаю тест на проверку рабочей ссылки простой и на проверку поломанной там допустим бед реквеста как всегда начинаем на как всегда начинаем с описание наших классов тест линк тест линкс пейдж далее ну как у нас там какие нас тесты будут просто давайте тест тест чек линк и дэв тест брокен линк так ну точнее как вот брокен линк то есть успешное прохождение теста будет в том случае если кликнуть на эту ссылку у нас будет ну там какая то в нашем случае это будет быть реквестом будет 400 ошибка вот поэтому будет такой пример здесь по классике мы все это дело сюда копируем links page links page страничку сейчас заменим как дополнительное ваше развитие самостоятельно вы можете поэксперимент поэкспериментировать попробовать разные методы проверок разных ссылок которые есть у нас здесь на странице так то их много разных статусов единственная проблема возникает в том что ну если допустим чекать по вот этому тайтлу то у нас получается проблемно а а так можно чекать под соответствительный творк на ссылки которые отправляют запросы разного характера на вот ну это которые следующие ссылки которые будут отправить отправлять запросы вызов а пишки вот эти вот ссылки они будут нам открывать новые вкладки отправлять нас на хоу ну как бы нормальная ссылка просто у меня что-то интернет не хочет работать ладно давайте не были на это время тратить сейчас все будет нормально короче терпение только терпение теперь здесь там поменять надо янекс пейдж линк спейдж линк спейдж ну здесь все будет просто у нас будет ссылка на simple 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 link обычная простая ссылка рабочие и bad request ну и соответственно их определим наши айдишники так вот соответственно наши simple link то есть это ссылка с тегом и также мы будем искать по селектору simple link далее bad bad request у нас будет bad request вот ну принципе все а теперь осталось дело за малым но интересным здесь мы будем использовать библиотеки библиотеку request чтобы отправлять запросы к ссылкам и получать статус код ну еще будет состоять у нас ровно по ну в данном случае у меня по одной функции сразу будем просто чекать чек так simple simple link так сначала нам надо simple simple link URL это self ну точнее не url а вот так вот мы будем делать self локат ну чё-то не self элемент из visible нам же кликнуть на нее надо self локатор simple link затем нужен url это будет точнее нет не url а нам нужно как раз таки сделать типа переход на нее отправить запрос по этой ссылке поэтому будет request request библиотека сейчас мы ее импортнем используем метод get и simple link отсюда возьмем get attribute и ссылочки у нас хранятся в хребте вот и дальше делаем такую если r ну request если request статус код нас двухсотый то значит мы что делаем если у нас двухсотый мы так во первых мы берем href суем сюда то есть берем simple link get attribute так вот сделаем вот это вот не будем делать делаем simple link click далее нам нужно как бы свечнуться то есть смотрите что происходит мы когда кликаем на новую с на новую вкладку нам нужно не переключиться использовать для этого на метод свечту давайте здесь сделаем его у нас без пейдж для того чтобы там у нас не было всяких драйверов там и прочего сделаем такой метод свит 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 то что то 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 ну она как бы у нас будет же как бы ну и она будет новое и единственное мы здесь будем всегда открывать только одну ссылку вот поэтому здесь ну условно нам даже наверное ничего здесь не надо будет а вот как же это лучше то сделать давайте не буду добавлять часто без пейдж я засуну все это здесь вот для такой наглядности вы сможете это использовать уже сделать более покрасивее свит 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 то и window так давай мне покажись свит то и ну вот соответственно здесь метод свит и каким образом нам переключиться можно можно либо свит с мейн свит что и актив либо можно еще использовать у нас window где нас свит на new window либо использовать handle ну типа ну у каждого окна есть handle грубо говоря индексник который будет определяться то есть 0 1 2 3 ну и можно например в качестве такого ну то есть есть вот window handles вот у нас window handles что это такое то есть вернуть handle всех окон это будет такой список и мы из него ну соответственно у нас будет два окна то есть точнее 2 2 эти вкладки и и соответственно нам нужно будет использовать вторую а вторая это индекс 1 вот поэтому мы будем вот так вот делать то есть мы говорим драйверу драйвер переключи свое внимание на окно с индексом с индексом 1 и он переключает на нашу новую вкладку также можно использовать методы которые мы сейчас посмотрели методы которые значит активный элемент можно переключиться на дефолт контент то есть на самой то есть если из фрейма вырубаться на новое окно которое создается можно переключиться ну там просто на окно в общем мы посмотрим в данном случае мы выбираем окно и делаем его индекс ну и будут еще моменты где мы сможем использовать другие методы селф-драйвер 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 опять-таки у нас выбираем селф-драйвер в URL нам нужно положить current current URL для того чтобы мы смогли сравнить та ли ссылка открылась то есть мы кликнули на какой-то хрев у нас открылась ссылка и мы оттуда ее вытягиваем из браузера что это за ссылка чтобы они были равны то есть чтобы нас там не отправлял например здесь на какую-то другую ссылку то что мы проверили мы смотрим руками что будет вот опять-таки смотри в home у меня demoqa.com я нажимаю demoqa.com она открывается то есть нет ни редиректор ничего поскольку у нас там код должен прийти 200 current URL ну и после всего этого мы возвращаем href и url ой не href а link href ну а иначе допустим там else ну else допустим у нас будет пам-пам-пам что у нас будет ну пусть будет у нас ладно print точнее будет print return return request статус код а пусть будет у нас значит print оваться сделать там пусть будет пусть будет возвращаться статус код да потом мы все равно будем сравнивать эти ссылки между собой и соответственно если они не будут равны у нас будет просто там статус код возвращаться а сердце в любом случае будет падать ну мы хотя бы не будем видеть что например 400 выпало вот далее ну это как ну давайте ну ладно проверим что уж как бы типа у нас один тест готов ну и типа он в принципе готов так тест link у нас значит href link и current URL и руял и все это у нас и все это у нас так это выглядит давайте print о нем все это дело все дай проверим что там у нас получится очень интересненько интересненько так почему лист где у нас лист а черт возьми потому что я сделал арк видимо извини извини какая нибудь там где нас можно взять здесь возьмем да это было ожидаемо что он так называется да иди ты черт возьми черт возьми то ну так напишем потому что у нас здесь приходит нам один аргумент нам нужно 2 ну давайте будет статус код они нам статус код и и link href то есть что по конкретной ссылке у нас допустим как беда давайте посмотрим вот у нас получается да у нас осерт так вот ставим кривовато конечно кривовато тут никто не спорит сейчас давайте сделаем поломанную проверку поломанной ссылки ну давайте я не буду ладно напишу request было понятно обычно все пишут r вот но можно и так использовать request get url вот ну и просто save равно self элемент is present статус код ну то есть что у нас он получается если у нас все хорошо на 200 возвращается иначе какой-либо другой код ну это request нас 400 и потому что правильности вот поэтому мы здесь пишем что у нас response код будет равен link page broken link ну и давайте сделаем это следующим образом нет бед реквест и осет должен быть состоит том что response должен равен 400 ну или дайте ну да 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 может 400 а можно при ну да оставить так ну это же запустим неверно указал ссылочку да так у нас же не статан код возвращается ну и готово да конечно получилось эти проверки несколько сумбурным но мы попробовали поработать с реквестом смотрели там используя статус кода switch с windows а я рекомендую и настоятельно уверяю что это нужно сделать можно сказать это путь будет это будет задание измените данные во первых добавьте и сделайте тесты на все ли странички на все проверки статусов и можете сделать одним единым тестом который все это проверяет также можно использовать try except конструкции для более правильного чека ошибок то есть в данном случае вот этот конструкция она является не очень корректной потому что она дает не очень понятную информацию вот поэтому вам стоит немножко подумать погуглить или может быть даже гуглить не надо у вас есть готовое решение и исправляйте то что из то что некорректного сделал я так чуть мы вернули назад далее ну и давайте опишем ошибки так мы еще кстати забыли кое-что добавить забыли добавить request requirements может быть мы что-то еще забыли так рандом и так там есть ну ладно в общем посмотрим так делаем наши комиты пришло время ставить видео на паузу приводить свои мыслятие если в порядок, выпить чай, кофе и затем возвращаться.